Всем привет! С вами Наталья на канале Сад и Огород Круглый Год. На днях я показывала вам видео, что я получила розы и получила я его с питомника, который называется Мироз. Ну вот сейчас вот я там показывала самый маленький саженец, а сейчас я вам покажу, вот открою, посмотрите, какая корневая. Вот Пьер де Рансар, видите, это 2 клетки, корневая просто шикарная, были замотаны они вот в таком полиэтиленовом пакете, вот у меня Пьер де Рансар. То есть саженцем я очень довольна, это вот корневая классная, но вот из веточек у меня в 3 побега идет, на остальных в общем-то даже было больше. В основном вот 3 побега и более. Что мы сейчас делаем? Ну то, что я ямку выкопала, так, немножко уже землей присыпала, сейчас подровняю. Хорошую горсть сюда насыпала суперфосфата. Больше никакого удобрения я не высыпаю с осени, а ранней весной я еще буду азотным удобрением поливать. То есть с осени я этого не делаю. Перед тем, как посадить розу, высадить, надо обязательно осмотреть вот корневую шейку. Для чего? Для того, чтобы не было, не видно никаких побегов. Вот сейчас покажу. Видите, вот побег, он выше прививки идет, ну он брезный, да. Но вот, чтобы не было никаких вот таких побегов ниже корневой шейки, то есть ниже прививки, потому что они сразу кинутся в рост, и это будет дикая поросль, которая будет просто гнать и может убить вообще весь саженец. То есть всегда мы осматриваем, хороший ли у нас саженец, нет ли у нас там никакой почечки, которая даст этот побег. Осмотрели, все нормально, у меня как раз нету ничего лишнего, и я могу приступать к посадке. Хоть это свежевыкопанные саженцы, но при том, при всем я все равно корни немножко как бы обновлю. То есть я их немножко подрежу. Для чего мы делаем? Для того, чтобы они быстрее пошли в рост и начали, видите, вот я освежила, как бы оживила, посмотрела, все нормально, все хорошие корешки, не сухие. Потому что часто бывает, что корешки как бы подсыхают нижние, они только мешают. В общем, осмотрев свой куст, я приступаю к посадке. Вообще рекомендуется всегда, чтобы заглублять, вот у нас место прививки, и нужно заглубить на сантиметров 5. То есть, ну, вот эти вот нижние побеги, то есть они у меня будут присыпаны землей. Ну, а сейчас, в общем-то, разравниваю корни в разные стороны и высаживаю. Разравняв корни как в виде паучка, я присыпала землей. Ну, если вот проверить, не могла вам и показывать, делать одновременно, но у меня сейчас более 5 сантиметров присыпана точка, где у нас была прививка. Почему? Да потому что земля это просто сейчас осядет. То есть, я сейчас буду поливать розу, а вылью я на этот куст не менее полутора ведер. Ну, в общем, как впитается. Я хорошо-хорошо поливаю этот куст. Погода у нас стоит чудесная. То есть, до похолодания, в общем-то, есть достаточно времени для того, чтобы эта роза как бы окрепла и принялась. Желательно это с середины сентября по середину октября. Сейчас как раз середина октября, но погода, в общем-то, благоприятствует для того, чтобы смело высаживать. Поэтому, в общем-то, я это сейчас и делаю. Ну, что ж, розы я получила отличные. Высаживаю их у меня сейчас 16 штук. Высаживаю. А на следующий год обязательно покажу, какие они, как они принялись, как они пошли в рост. А с вами была Наталья. Желаю вам всего наилучшего. Всем пока!